Друзья, всем привет! Меня зовут Татьяна, вы на канале Югуби Филтинг. В моих видеороликах вы часто можете видеть, как я пользуюсь вот таким вот инструментом для поливания своей раскладки. Это специальные продаются такие брызгалки для валяния. Она состоит из вот такой вот какой-то резиновой или силиконовой груши. Вот здесь у нее металлическая трубочка, кстати, вот в этой части она разбирается. И на конце у нее вот такой вот как бы как душик для максимального распределения влаги. Очень удобная вещь. Первая моя была вот такая вот розовая, ей, наверное, уже около 6 или 7 лет. К сожалению, она стала достаточно жесткой, вот эта резина стала достаточно жесткая. Вот этой брызгалки, наверное, всего года 4, и она пока еще мягкая. Со временем вот они становятся более жесткими, и с ними может происходить некая поломка. Вот эта трубочка из самой силиконовой вот этой резиновой груши никогда не выпадывает. Но уже вторая, вернее, второй раз розовая, и уже один раз желтенькая вот эта часть, вот этот сам душик отваливается вот от этой трубочки. И я решила снять мастер-класс по починке, потому что в свое время, когда у меня сломалось, я очень расстроилась. И здесь вот все-таки металл, плюс всегда у нас воздействие воды, мыла. Иногда у нас брызгалка стоит вот эта, ну вот лично у меня, по крайней мере, вот на этой вот металлической части. Это, наверное, не очень хорошо сказывается на вот этой детали хорошо, потому что вот на нее какое-то давление происходит, брызгалки, которые иногда у меня полные воды. И чем только я не пыталась приклеить вот эту трубочку, все же здесь достаточно небольшая площадь соприкосновения. Сейчас я покажу вам, когда буду уже производить работу по починке. Я пользовалась и сухой сваркой, и какими-то клеями всевозможными. И самый лучший вариант, который мне помог надежно зафиксировать вот эту деталь, при том, что держалась она уже, наверное, ну года три, наверное, даже, вот эта часть. Вот клея хватило на три года, поэтому раз в три года уж можно починить. Кстати, если хотите знать, где я покупала розовую, лично я покупала в магазине Шкатулочка, который находится в Москве, также у них есть интернет-магазин. А вот эту желтую я покупала на ярмарке мастеров, там она была подешевле. И можете поискать ее тоже там. И чем мы будем с вами чинить? Оптимальный для себя клей, который я подобрала, это вот такой клей Титан, надежный клей номер один. Монтаж стекла, пластика и керамики. Несмотря на то, что здесь не указано слово металл, очень хорошо и надежно фиксирует. Вот желтенькая у меня уже приклеена, и уже, наверное, полугода у меня где-то она держится. Вот таким клеем я пользуюсь. Уже не первый он у меня и не второй. Вот конкретно здесь указана цена. Я покупала его в Узбекистане за 49 тысяч сумм. Хватает этого клея очень надолго. Я скажу, клею им много что. Даже какие-то детали шаблоны между собой склеиваю. Они хорошо держатся, например, когда не хватает длины подложки под ламинат. Вот можно надставлять. Скотч все-таки история одноразовая, а вот этот клей прям надежно держит. Также иногда склеиваю между собой шаблоны для валяния обуви. Потому что тут у меня есть просто рулон подложки под ламинат 3 мм. И я не покупаю там 5 мм, 2 мм, 3. Я для себя сделала вывод, что это оптимальный размер, толщина подложки. Я вырезаю 2 или 3 слоя, склеиваю их между собой так же. Они прекрасно надежно держатся, фиксируются, никуда не ерзают. И, в общем, вот этот клей у меня в ходу. Иногда какие-то детали к сумкам я приклеиваю, иногда какие-то детали для какой-то точечной какой-то фиксации. В общем, этот клей у меня всегда в ходу. И сегодня мы будем с вами вот этим самым клеем силиконовым. Хотя, кстати, не знаю, может быть он и не силиконовый. Вот этим самым монтажным клеем мы сегодня с вами будем чинить. Он, кстати, в чем его плюс? Он невидимый. И мы сегодня будем с вами чинить вот эту штуку. У меня здесь, кстати, есть остатки вот этой вот холодной сварки, которую я покупала. Она, к сожалению, не подходит для фиксации вот этой вот вещи. Абсолютно как бы за 2-3 раза использования она отвалилась. И сейчас вот на ваших глазах я пытаюсь удалить остатки старого клея. Конечно, он там пожелтел. Ну, безусловно, товарный вид, какую-то презентабельность теряет брызгалка из-за того, что я поливаю ее клеем. Ну, в любом случае, мне кажется, лучше купить клей за 300 рублей и починить брызгалку, чем покупать брызгалку, которая стоит порядка, там, тысячи рублей. И с ней произойдет все равно примерно то же самое со временем. Поэтому я вам даю дельный совет, как это можно починить, и, надеюсь, вы им воспользуетесь. И так, вот так вот выглядит уже починенная мною желтая вот эта брызгалка для валяния. В данном случае она приклеена вот только как раз при помощи вот этого самого клея титан. И немножечко я отковыряла вот какую-то грязь, которая вот здесь у меня была. Вот, я говорю, мыльная вода подтекает, и, конечно, она делает свое разъедающее свойство. Вот так у нас выглядит трубочка. Вот так вот у меня выглядит вот этот душик. В свое время мы даже царапали вот эту штуку, чтобы, как бы, была более широковатая поверхность и более надежная фиксация была. Но вот на желтой брызгалке я этого не делала. И сейчас, кстати, вот, ну, уже буду чинить то, что есть. Итак, я буду пользоваться вот этими остатками клея. Но, в принципе, и жидкий клей тоже подходит. В чем плюс вот этого старого клея? Он густой, и он такой, скажем, пожестче, и не так сильно растекается, и, соответственно, чуть быстрее застывает. Но, в принципе, это клей быстрой фиксации, поэтому, когда я его, опс, почистила, он сразу же сверху покрылся пленкой. Когда клей жидкий, он вообще легко, его можно использовать при помощи зубочистки. Ну, он, вот видите, уже немножечко такой, как бы, как мягкий пластик. И поэтому вот так. И пытаюсь найти, в каком положении вот лучше всего зафиксировать мою брызгалку. За счет того, что вот здесь у меня уже сформирована вот такая, как бы, юбочка, моя трубочка не проходит внутрь брызгалки. Если вот этой юбочки нету, к сожалению, не могу вам показать. Вот здесь у меня уже приклеено, да, то нужно какое-то время будет вот так вот аккуратно держать, чтобы зафиксировалась трубочка, потому что, если на нее надавить, она проходит вглубь вот этой брызгалки. Поэтому промазываю вот этим вот клеем. Вот видите, он на рук, прямо на глазах засыхает, поскольку он еще и, в принципе, густоватый здесь. Вот так набираю этот клей. Ничего страшного, что он такой загустевший, он все равно хорошо держит. Держит и просто можно будет, грубо говоря, пропустить вот этот этап, когда он только-только схватывается. У меня он получается уже как будто бы, как схватившийся. И так, подмазываю клеем. Набираю на зубочистку, переношу вот на эту область, распределяю. Друзья, к сожалению, по непонятной мне причине запись видео остановилась, но я думаю, вы поняли принцип. Самое главное, вам нужно запастись вот этим клеем титан для стекла, пластика и акрила. И вот таким вот образом состыковать две детали, которые у нас распаялись или расклеились. Я не знаю, каким образом они фиксировались между собой. Самое главное, чтобы ваша трубочка не зашла слишком глубоко вот сюда, вот в эти дырочки, чтобы она соприкасалась вот с самым-самым своим краешком, чтобы вода могла свободно циркулировать во всей вот этой вот полости душика вот этого. После того, как вот таким вот достаточно варварским способом я приклеила все это на клей, также если вы работаете руками, вот у меня клей уже достаточно подсохший, и я могу им пользоваться прям руками, и с рук он прекрасно удаляется. Следите, чтобы вы не заклеили клеем, то есть не заляпали пальцами вот эти вот отверстия. После того, как все надежно зафиксировано, кладу в состоянии покоя свою вот эту вот трубочку и оставляю ее высыхать до полного высыхания. Но желательно оставить это, конечно, на сутки, потому что мы будем вновь работать с водой, с мылом, плюс здесь напор, то есть давление оказывается на вот этот слабый узел. И в одном из ближайших видео, конечно же, я покажу, как будет прекрасно функционировать моя вот эта вот брызгалка. Я думаю, теперь ее точно хорошо вам будет заметно, такая страшненькая вся корявая. Ну, я думаю, вам мастер-класс был полезен, потому что я в свое время не знала, чем и как зафиксировать. Поэтому буду признательна вам за лайк, надеюсь, кстати, вы подписаны на мой канал, если вы до сих пор этого не сделаны, рекомендую это сделать. Включите колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о публикации новых мастер-классов, связанных с материалами, с технологиями, а также с починкой ваших инструментов для валяния. С вами была Татьяна, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok